Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В ответ на призыв Совета Константинопольских Армян к правительству Западной Армении. Из-за проливных дождей в Самосаде Западной Армении случился камнепад. В Константинополе неизвестные поставили знак ИКС на домах о Ливии. Военные из России и Сирии проведут совместные учения в Средиземном море. Турция готовится к вторжению в Ливию. На камне пятитысячелетней стены Тигранакирта нацелились воры. У историко-археологического музея заповедника Эребуни будет новый корпус. Уважаемый Совет Армян Константинополя! Мы приветствуем создание Армянского Совета Константинополя и опубликованные вами двойные призывы от 0,8 и 10 декабря, которые, по нашей оценке, являются смелым шагом со стороны армян-патриотов Константинополя. Правительство Западной Армении с большим интересом приняло к сведению содержание ваших двух призывов. И в четверг, 12 декабря, повестка дня его очередной сессии включала обсуждение вопросов, связанных с константинопольским патриархом. В ходе заседания также обсуждались обстоятельства вашего второго письма правительству Западной Армении со всех национальных, политических и правовых аспектов. Затем президент республики уполномочил меня, как премьер-министра, ответить на ваш призыв, принимая во внимание мнения, опасения и совета президента, премьер-министра и членов республики. Полный материал можете посмотреть на нашем сайте. Дороги в провинции Чилихан, Самосадь и Западной Армении закрылись из-за проливных дождей. В течение двух недель между деревнями Карагель и Мутлу идет дождь. Областные специальные административные группы продолжают работать, чтобы расчистить путь. Власти удоверяют, что дорожные работы будут завершены в скором времени. Неизвестные в очередной раз оставили российские надписи на стенах домов Олеви. На этот раз инцидент произошел в Константинополе. Неизвестные оставили знак Х и надпись «Ты сдохнешь» на стенах трех принадлежащих Олеви квартир жилого дома в районе Гази. Жители трех указанных квартир нашли письмо и обратились в полицию. Последние пришли и сняли отпечатки пальцев со стен. Фотографии этих надписей были распространены в социальных сетях. Представитель военно-морского флота Российской Федерации контр-адмирал Александр Юлдашев сообщил о старте совместных боевых учений военно-морского флота России и военно-морских сил Сирии. Отработка маневров пройдет в акватории Средиземного моря в районе порта Тартус. Сообщается, что в российско-сирийских учениях задействуют отечественные надводные корабли, самолеты и авиабазы Хмеймим, а также ракетные катера и тральщики ВМС Сирийской Арабской Республики. По словам Юлдашева, учения пройдут не только в море, где тактические группы кораблей двух государств проведут совместное маневрирование, а также на суше. Анкара готова оказать правительству Ливии во главе с Фаером Сараджем любую военную помощь, какая ей необходима, сказал в воскресенье в интервью телеканалу АХБР президент Турции Раджептай Прадаган. Это заявление прозвучало на фоне наступления войска Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара на столицу государства Триполи, где располагается правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и возглавляемое его политическим сопротивником Фаезом Сараджем. За минувшие полгода силам Хафтара удалось добиться значительного продвижения, признает военно-дипломатический источник ведомостей, отдельные отряды ЛНА находятся уже на нескольких километрах от пригорода Триполи. Если темпы сохранятся, то бойцы Хафтара окажутся в центре города в течение недели. В таком случае ПНС остается надеяться на Турцию. С начала года этой силе активно поставлялись турецкие вооружения вплоть до ударных беспилотников. В конце ноября ПНС и Турция подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских экономических зон с учетом турецко-ливийского меморандума, не признав права на потенциально газоносный шельф за Грецией. Правительство Хафтара признало этот документ незаконным. Эту позицию поддержали ЕС и власти Греции. Посчитали, что договор нарушает ее суверенные права. 10 декабря турецкий президент Раджептай Пардоган заявил, что Анкара не исключает отправки турецких военных в Ливию по просьбе с правительства этой страны. Штитысячелетние стены Тигранакерта Западной Армении, включенные в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, часто подвергаются нападениям воров. Сооружение имеет длину в 5 километров и высоту 12 метров, что восхищает посетителей. Древние камни со стены продаются ворам по непостижимым ценам, что оправдывает возмущение граждан. Укрепления города Тигранакерта являются уникальными в мире, вторыми по длине после Великой Китайской стены и первыми по высоте и ширине. Совет старейшин Ереван утвердил соглашение о сотрудничестве, подписанное мэром Еревана Айком Марутяном и фондом Джона Исоса Болянов 3 октября 2019 года. Инвестиционная программа предусматривает строительство нового корпуса, историко-археологического музея и заповедника Эребуни. Как сообщили Армен Пресс, при службе мэрии Еревана оснащенной технологиями, современный корпус будет гармонировать своей архитектурой с территорией, но в то же время будет оснащен инновационными технологиями. В этом корпусе музеи будут проходить новые выставки, проходить анимационные показы, а посетители познакомятся с историей Еревана с помощью виртуальных туров. В этом корпусе также будут открыты научные лаборатории. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сары Риками в исполнении Ануш Хэнкяк. Сары Риками Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!